Нашот в квартире такой шум пошел. То, что я могу, я делаю. То, что дарят, принимаю. С иранцем пошла схватка не так, как хотелось. Пятый или шестой раз мы с ним встречаемся, друг друга хорошо знаем. Олимпийские игры, наверное, чему стремится каждый спортсмен, который тренируется в детстве. Бронзовыми призерами стали Даурен Куруглиев, весовая категория по 66 кг и Магомед Хан Магомедов. С этой прессией, дорогие друзья, меня зовут Арсанда Циви. Сегодня в рамках информационного агентства Обзор Пресс мы поговорим с бронзовым призером Олимпийских игр. С нами Даурен Куруглиев, Даурен. Ассалам. Как чувствует сейчас себя человек, который вписал себя в историю? Чувствую себя хорошо. Конечно, мог выступить получше. Получилось, как получилось. Взяли бронзу, приехали на родину. Видим друзей, гостей, которые приехали встречать. Очень приятно видеть такое количество людей. Хотелось бы поблагодарить всех, кто нашли время, пришли сюда. Про Олимпийские игры мы еще поговорим. А сейчас, наверное, о Чистоне. Где уже виделся с людьми, с фанатами, со зрителями? Какие встречи уже проходили? Ты уже вроде давно в Дагестане. Да, я уже приехал, дней 10 уже. Честа не было у меня в родном городе Дербенте. Глава города меня встретил, поздравил. Как раз насчет квартиры такой шум пошел. Но эту квартиру не глава города подарил мне, а спонсор ЖК Гранатова. Вы слышали вроде две квартиры? И от главы, и от Гранат, или одна? Нет, это две квартиры совсем разные. Одну мне в Каспийске дали, а то, что в Дербенте подарили, это ЖК Гранатовой. Магомед Алудинович подарил от себя. Глава города Дербента, Ахмед Кулиев, его вручил мне, поздравил. Как-то так вот, чтобы всем было ясно, а то много шума тут насчет квартиры. Да, мы следили за соцсетями, такой, да, буря эмоций у людей. По какой причине это произошло? Потому что вроде другим спортсменам дарят, и куда большие суммы, и куда большие подарки. Но тут такой шквал негатива в твой адрес. По какой причине? Ну, наверное, то, что за другую страну, наверное, выступаю. За Грецию, то, что я выступаю, скорее всего, из-за этого. И, ну, да, чем-то люди, наверное, недовольны. И всем не угодишь. Не могу сказать из-за чего. Вроде никому плохого ничего не делал. Столько всего пишут там раз. Ну, как мы поняли, больше было давление на именно юждаговское правительство, по-моему. Больше именно на это акцент, что мало квартир выделяют, что не выделяют тем, кто нужно. Вроде... Вообще без понятия. Дела к этому не имею. Потому что утром, вечером я бываю в зале. Что там происходит, вообще без понятия. Моё дело тренироваться, выигрывать, приносить медали для Греции, для Дагестана родного. Так что то, что я могу, я делаю. То, что дарят, принимаю. Всё правильно. Позиция чемпиона. И о Греции расскажи. Как там встретили? Как была... Какая была атмосфера? В Греции встретили тепло. Очень много людей в аэропорту встречала тоже. Сейчас в сентябрю они обратно вызовут меня в Афины. Там уже, скорее всего, какой-то честного не будет. И давай о Олимпийских играх. Какая схватка, возможно, была самая тяжелая? Тяжелых, наверное, две схватки было. Потому что ту схватку, которую я проиграл иранцу, и за бронзу. Тяжело пошла как-то. Не знаю, не могу объяснить, почему. Может быть, у меня для этого свои причины были. До старта у меня чуть со здоровьем проблемы были. Может быть, скорее всего, из-за этого не был в оптимальной форме, которой хотелось быть. Процентом на 70 был в форме, скорее всего. И с иранцем пошла схватка не так, как хотелось. Как-то вот так. По поводу Язнани, что скажешь? Язнани, хороший парень, уважительный. Легенда, можно сказать, в вольной борьбе тоже. Ему крепкого здоровья, чтобы быстрее поправился и вышел на ковер. Хочу снова сделать схватку, попробовать. Уже в полной форме буду, когда он и когда я. Как-то вот так. И у тебя было такое тоже жаркое противостояние с борцом из Сан-Марина. Иман, расскажи, вы вроде встречались или нет? Уже пятый или шестой раз мы с ним встречаемся, друг друга хорошо знаем. И схватка была напряженная, потому что каждый шаг друг друга мы знаем уже. Потому что за последние два года уже третья встреча это получается у нас. И как-то вот так вот, да. Легко не давалось. С каждым разом уже тяжелее и тяжелее эта схватка дается. А что для тебя на уровень значили эти олимпийские игры? Олимпийские игры, наверное, это для каждого спортсмена, как, можно сказать, к чему стремится каждый спортсмен, который тренируется с детства. Стремятся к золотой медали. Но стать олимпийским чемпионом не каждому суждено. И я довольствуюсь, да, то, что Всевышний мне дал бронзовую медаль. Но не все еще закончено. Буду готовиться на Лос-Анджелес в 28-й год. Все же, вот эти эмоции, знаешь, когда я смотрел интервью, после того, как ты завоевала бронзу, ты немножко мне показалось был расстроенный. Не немножко, а даже кажется значительно. А потом, вроде бы, когда уже брали после бронзовой медали, ты как-то переключился. Вот что произошло в этот момент? После проигрыша, конечно, ты радостно не будешь ходить. А за третье место ты выигрываешь схватку, вроде бы, да, и как бы радостно на душе хоть какую-то медаль ты взял. Из-за этого, наверное, ты эту разницу почувствовал, наверное. И что дальше? Дальше сейчас олимпийский цикл начинается, со следующего года. Будем готовиться дальше. Европа, мир. Вот так вот. Большое спасибо, Доварин. Желаем успехов на пути, чтобы становился на пьедестал только первого места. Спасибо большое. Только вы. С нами был Доварин Курглиев. Подписывайтесь на канал Обзор Пресс. Все самое интересное из мира спорта. Продолжение следует... Подписывайтесь на канал Обзор Пресс. Обзор Пресс. Проревdrсть. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok